здравствуйте меня зовут века моей жизни случилась такая ситуация в прошлом году в мае месяце мы поехали с семьей на отдых конечно большую часть времени на отдыха мы находились на солнце я обратила внимание что моя родинка которая тоже появилась она несколько лет до этого отдыха она начала переобразовываться ну она изменила цвет она изменила форму вот и я поняла что надо обратиться к врачам когда мы приехали в Харьков обратно я сразу поехала к врачам с мужем с детьми мне посоветовали хирурга который смог бы если что удалить и меня направили на анализ на исследование фототермотоскопию сделать просветить эту родинку каким методом ее удалить значит когда мне сделали этот анализ мне сказали что надо ударить ее хирургическим методом то есть ее иссечь надо когда вернулась я к хирургу они собрали сразу пакет буквально за два дня не сдали операцию под общим наркозом родинка была в диаметре 8 миллиметров шрам около 10 сантиметров оставил остался значит я ждала гистологию мы ждали на протяжении десяти дней гистологию анализа этой родинки я ходила на перевязки и вот один уже как бы в завершающие дни перевязки мне пришел анализ мой и мне хирург сказал что это меланома меланома третьей степени это онкология онкология которая могла ну естественно привести к смерти мы запереживали начал как бы ну страх вошел в нашу семью нам было нелегко нам было очень сложно я начала обращаться к людям которые ну просто к врачам я начала звонить врачам я начала спрашивать интересоваться что это такое они начали просто вселять меня страх они начали мне говорить что помню один раз я пришла к врачу которая занималась там ну с которым мы были долго тоже уже знакомы она не направила еще раз на очередное узи лимфы потому что это заболевание если она дает метастазирование в лимфатическую систему по лимфе она разносится по всему телу и метастазы могут пойти в какие-то отдельные органы в теле и она направила меня на узи сказала мне что надо повторно сделать еще узел после вы после удаления уже это родинки значит у меня был слегка увеличен лимфоузел в паху и она мне когда я пришла к ней с анализами она мне сказала что но она покивала головой и сказала вита тебе надо ехать дальше тебе надо продолжать лечение это наполнило меня еще большим страхом я помню одно служение пастора где он рассказывал о том что анализы надо пересдавать несколько раз вот эта фраза у меня она конечно всплыла сразу мы поехали в киев мы поехали в киев с этими анализами с гистологией в киеве в онкологической клинике мы пересдали анализы мы ждали их тоже четыре дня когда пришел этот анализ он подтвердил первые результаты мне сказали что надо делать надо делать повторную операцию больше иссякать на бедре опять там в том месте где родинка была что надо было лимфу просвечить ну вот какие-то там детали они не объясняли но я уже как бы не сильно их слышал потому что я очень переживала в это время в харькове проходила школа молитвы прошлом году в августе месяца нам она очень сильно помогла мне она лично очень сильно помогла каждое занятие находились здесь взывали к богу молились вместе с теми служителями слава богу это как раз был самый тяжелый самый пик наших трудных испытаний для меня это оказало большую поддержку мы с мужем пошли мы к пастырь ему подошли он попросил нас подойти после служения и он помолится за меня мы обратились к нему за поддержкой когда мы после служения мы к нему подошли он за меня помолился но пришел мир пришел мир в сердце успокоение пришла радость мы с ним пообщались он говорит ребят но надо пересдавать надо дальше бороться на пересдать анализы и мы поехали за границу за границей мы пересдали мы поехали опять с этими анализами взяли повторные анализы у меня находясь там на месте мы пересдали анализы когда я проснулась мне муж и говорит вита пришли результаты и по вайберу врач ответил то есть она не ждала консульта она не ждала консультанцию завтрашнего дня она ответила что анализы хорошие анализы положительные никакого места метастазирования никаких осложнений после удаления родинки нет это была реально ну радость и ответ от бога все анализы были в норме все анализы были хорошими когда мы уезжали оттуда нам дали определенные рекомендации наблюдаться там течение некоторого время делать узи паховых лимфатической системы паховой и однажды я попала к врачу и я пришла к нему с такой вот ситуации я ему сказала что мне надо сделать узи он сказал с чем это связано я ему все это объяснила а прошло уже где-то около полугода даже немножко больше он не посмотрел он говорит что люди с таким диагнозом сгорают за неделю максимум но это месяц они просто умирают и не помогает не облучение не терапия не не иммуно терапия не химия то есть меланома она просто моментально дает метастазы и они моментально распространяются по всему организму и не поможет ни одно облачение глядя на меня он говорит у тебя все хорошо у тебя лимфатическая система то есть лимфа в порядке она светлая она чистая то есть она тех размеров которых она должна быть сказала что забудь это как страшный сон бог благо и милости